Почему вы думаете, что Россия имеет санкции? Потому что американские любят Украину? Нет. Это обеспечивание Бодипешского меморандума, первое. Мы тогда, в 1994, создали условия, когда они не использовали силу. Но это 21-го века, и мы работаем с нуклеарными силами. Но они обеспечивали санкции. Поэтому я думаю, что это не было полное украшение с Бодипешским меморандумом. Это мой взгляд. Также, если вы обратите внимание на то меморандум, то есть, что мы тогда не могли бы сделать ничего. Там была огромная прессия от Украины. Когда они приехали, первое, после Индепенции, то есть, что мы не могли бы сделать с нами. Мы не имели способствовать производить нуклеарные силы. Это значит, что в Украине, если мы не идем к обращению с вооружения на силу, который работал за 10 лет, то мы потеряли половину электричества в Украине. Скажем, это было в Новый год. Таким образом, мы не имели выбор. Базаком, мы не имели выбор. Мы сейчас имеем способствовать с вооружения с вооружениями. Потому что в Украине мы имеем продукцию уранеума. Мы имеем первую стадию ингредиентства. Потом он идет в Казахстане. Потом, из Казахстана к Руси. И вернется. И мы также обеспечиваем материалы для водопроводов. И сейчас это может быть сделано с Вестингавз. Таким образом, мы имеем уранеум-ор, мы имеем белый кольцо, и все остальные могут быть сделаны с Вестингавз, что это великолепно. Это невероятное достижение. Таким образом, я не скажу, что Бабудепешт-Меморандум не обеспечен. Это просто обеспечен в 21-м веке. Не в 20-м веке. Продолжение следует...